ВЫПУСТНИК ИНСТИТУТА ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ, ЛАУРЕАТ Всероссийского конкурса виолончелистов, заслуженный артист России Владимиру Шохову 60. Коллеги музыканта играя цифрами шутят. За технику исполнения и актерское мастерство ювеляру можно смело давать 6-0. И 60 лет для музыканта – это пора рассвета, это пора зрелости, это пора еще больших надежд и, конечно, невероятного творческого багажа, потому что Владимир Шохов и как солист, и как участник струнного квартета имени Рахманинова являл свое мастерство, безусловно, не только в Сочи, во многих российских городах. Чарующие звуки виолончели Владимира Шохова слышали не только в России. Со струнным квартетом музыкант дал несколько десятков концертов в Англии и Франции, около ста в Норвегии, 200 в Италии и 500 в Германии. А количество проведенных в Сочи просто не с честь. Владимир Шохов и сегодня не собирается расставаться со своей верной спутницей виолончелию. Кроме того, он щедро делится секретами профессионального мастерства. Преподает в Сочинском училище искусств и детской музыкальной школе имени Шмелева. Захотелось, чтобы в этих же замечательных залах, где я поступил на работу, прозвучала та музыка, которой я посвятил свою жизнь, которую я очень люблю. Опыт накопленный и знакомство с теми произведениями. Хочется, чтобы чаще звучали у нас в Сочи. И поэтому приложу все свои силы, оставшиеся, может быть, не оставшиеся, чтобы эта музыка звучала. Как и любой артист, юбилей Владимир Шохов отметит на сцене. В программе прозвучат тройной концерт Бетховена, сочинения Брамса, Чайковского, Шостаковича и Прокофьева. И не случайно свой юбилейный концерт музыкант даст 30 августа. Ведь именно в этот день, 30 лет назад, под сводами Зимнего театра впервые в Сочи зазвучала виолончель маэстро Владимира Шохова. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.